Всем привет и добро пожаловать в супер домашнее, супер осеннее видео. Я сегодня решила записать его, потому что у меня через несколько часов Сапсан в Москву. И на самом деле у меня нет времени для того, чтобы записывать видео и параллельно собираться. И еще камера стоит слишком близко. Это странно. Обычно у меня камера стоит в дальнем самом углу комнаты. Все вы знаете, что у многих началась учеба, я не исключение, поэтому я постараюсь укладывать видео регулярно. И я хотела вас поблагодарить первым делом за 90 тысяч подписчиков на моем канале. Я иногда думаю, что я стою перед такой колоссально огромной аудиторией. Я просто не могу себе это представить. Типа 90 тысяч, это прям... Это очень много. Спасибо вам огромное, я очень сильно вас люблю. Я говорю это в каждом своем видео, но я говорю это искренне. Я переделала хвостик, чтобы мне было удобнее с вами разговаривать. И на самом деле у нас дома довольно холодно, я не знаю, включили ли в вашем городе отопление. Но в Петербурге всегда включают раньше, чем обычно, потому что погода у нас довольно хладная. И на самом деле, мне кажется, когда я буду укладывать это видео... То есть... А, нет, я не буду задержкой укладывать это видео. То есть, скорее всего, когда я выложу это видео, я буду ехать в Сапсане или где-то рядом. И про учебу я вам забыла сказать. Какие экзамены я собираюсь сдавать на экзаменах? Это слишком много слова экзамена, ненавижу это слово теперь. Я собираюсь сдавать английский, общество и два... Два обязательных предмета. Точнее, вот так. Два обязательных предмета. Это русский и алгебра. Реальность, геометрия, еще и реальная математика. Там... А, да. Я не знаю, что я несу, потому что обычно я никогда не снимаю видео со сценарием. Я хотя бы знаю, на какую тему я буду разговаривать. Я тут вообще не знаю, что мне говорить. Давайте расскажу вам какие-нибудь новости. У Икеи сейчас проходит акция. И, кстати, насчет Икеи. Недавно я иду, и ко мне подвигает девочка. Она просит сфотографироваться. Мы с ней немного пообщались. И мы идем, она спрашивает, Лиза, как обустроить комнату, как в Икеи? Я говорю, я не знаю, на что она мне отвечает, что у нее практически вся мебель из Икеи, но она не выглядит так уютно или что-то типа этого. И насчет уюта. Для уюта мне хватает всего лишь свечей на заднем плане и теперь моего мундборда, который теперь у меня висит. Слишком много слов теперь. Насчет акции. Она называется День дома. Я, кстати, очень часто перестраиваюсь на какие-то другие темы. Вот только что это было. Там нужно снять односекундное видео и рассказать о том, что ты будешь делать в день дома. То есть день, когда ты будешь находиться дома. И на самом деле это настолько крутая тема. И огромное спасибо организаторам, которые все это делают, потому что они серьезно объединяют людей. И если вы хотите, я оставлю вам ссылку внизу в описании. Так что да. Я сейчас буду собираться вместе с вами в Москву. Чмак. И, кстати, если я этого не говорила, то я еду на три дня в Москву. Одна. Меня пригласили на видфест, меня пригласили на видео пипл. И поэтому я решила приехать просто пообщаться с ребятами, с которыми я уже виделась, с друзьями, потусить там хорошенько. И приехать обратно в Петербург для того, чтобы учиться. Так что да. Пригласила. Это Penfield рюкзак. Я с ним поеду. И это сумка, с которой я поеду. Это дизайнерская сумка, так что ссылку на нее вы найдете где-нибудь в Инстаграме. Я сейчас просто буду ходить по комнате и собирать вещи, которые мне нужно взять сама. Потому что я не составила никакого списка. Я вообще без понятия, что мне брать. Но я на сто процентов уверена, что мне понадобится вот эта куртка. Потому что в Москве, насколько я знаю, довольно холодно. На самом деле не холоднее, чем в Питере. Но эта малышка мне тоже понадобится. Пока я поеду в бомбере от Beth Norton. Так что его нужно отложить в сторону. Еще мне нужно взять с собой шапку. У меня есть вот такая вот. Нев, спасибо, Даша. Если ты смотришь это видео, я передаю тебе привет. Еще мне нужно взять с собой какой-нибудь маленький плакончик духов. И раз мы заговорили о таких штучках, то я возьму с собой палетку от Smashbox. Я знаю, что она образ в фокусе. Не нужно писать мне этого. Мне просто лень настраивать фокус. И еще naked палетку. Ну да. Наушники. Это тоже важная вещь. Зарядка телефона. Также я возьму с собой антисептик. Пластырь. Aqualmaris. Это не реклама. Ладно, я буду просто говорить капли для носа. И еще я возьму с собой кошелек. И тушь. Я забыла про тушь. Поеду я в джинсах. Руки. Я же еду на три дня. Мне нужно больше одежды. Несколько водолазок тоже с собой возьму. Если вы слышите звук открывающегося комода. Это нормально. Потому что я открываю комнату. Самое главное. Иническая комада. В моем случае я беру кармекс. Я могу взять даже два кармекса. Но я возьму один. Вот этот. Мне очень нужно взять книгу. Я возьму сборник Чехова. Вот мои линзы. Я их тоже возьму с собой. Давайте я вам покажу всю вот эту маленькую гору. Которая здесь у меня есть. На самом деле я уже жду от вас комментариев, что Лиза, все видео в расфокусе. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Смотрите, оно еще не стабилизируется. Просто класс. Посмотрите на эту свечку. Серьезно, это какой-то влог. Сейчас я сделаю вот так. Ну все. Теперь вы увидели еще один осенний влог на моем канале. Если кто-то спрашивал про мою кепку, где я ее купила, это Таня Хелпиггер. В Стокмане есть официальный магазин. В галерее есть официальный магазин. Вот эти вот эффекты. Это мои пальцы. Я предлагаю полюбоваться вам моим осенним мудбордом и дрожащими руками. И пока я не забыла, я возьму с собой нижнее белье и какие-нибудь аксессуары. Типа вот этой пары очков. Про несептики я сказала. Здесь у меня лежит... Кто это? Ежедневник. Я забыла, как это называется. И вот вам немного рум-тура от меня. Вот такую красоту. Спасибо большое за просмотр. Я очень сильно вас люблю. Мы с вами увидимся в следующем видео, которое, скорее всего, будет из Москвы. Пока! Не знаю, буду ли я выкладывать фрагмент в это видео или нет. Но если я выложила, то вы знаете, что я чувствую себя свободным человеком. Я делаю то, что мне нравится. Я ношу то, что мне нравится. И это такое крутое чувство. Я не знаю, как вам его описать. Но... Это, серьезно, безумно круто. Когда ты делаешь те вещи, которые ты любишь, и не паришься. Но это безумно... Безумно вдохновляет. Это, чтобы делать еще более безумные вещи. Спасибо вам огромное за поддержку. Я очень сильно вас люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok